Прошло четыре года со дня освобождения от армянской оккупации Худоферинского моста, расположенного на Азербайджанно-Иранской границе, на реке Араз. 18 октября 2020 года наряду с Худоферинским мостом от оккупации были освобождены ещё два населённых пункта Джабраильского района – сёла Гаджилы и Гаджи-Исаглы. На освобождённых территориях был водружён флаг Азербайджана. Одержав блестящую победу в Карабахе, победоносная азербайджанская армия вернула истинным владельцам этот ценный исторический памятник и стратегический пункт. Таким образом, 18 октября 2020 года вписано в историю Азербайджана золотыми буквами. «Согласно тех решений, которые были приняты верховным главнокомандующим, используя успех на южном направлении, а также на других направлениях, азербайджанские вооружённые силы смогли освободить Худоферинский мост, который имел большое как моральное, так и тактическо-стратегическое значение на этом направлении. Несмотря на упорное сопротивление противника вокруг Худоферинского моста, героические воины Азербайджана освободили этот исторический памятник и наряду с частями вооружённых сил, вернее, частями армии Азербайджана хочется отметить героизм частей военнослужащих нашей доблестной пограничной службы». Несколько мостов Худоферини были построены в 12-13 веках. С тех пор до нашего времени сохранились два монументальных 15 и 11 пролётных моста. Спустя неделю после победы над противником в 44-дневной Отечественной войне 16 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехребан Алиева посетили освобождённый от оккупации Джабраильский район. Худоферин, оставивший глубокий след в истории азербайджанского народа, является предметом национальной гордости. Согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана от 24 июня 2021 года, десятки тысяч военнослужащих, участвовавших в операциях по освобождению района, в том числе и Худоферинского моста, и проявившие личное мужество и отвагу, были награждены медалью за освобождение Джабраила. 4 мая 2023 года глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента посёлка Худоферин в Джабраильском районе, который строится вблизи Худоферинского моста. Худоферинский мост, кроме того, что он играл очень важное значение в торговле и находился на линии Великого Шёлкового пути, он представлял ещё и сегодня представляет очень стратегически важный объект. И не случайно во время 44-дневной Отечественной войны взятие Худоферинского моста практически открывало путь к двум очень важным для Азербайджана районам – это Зангеландский и Губартвинский район. Мост будет представлять собой очень важный элемент азербайджанской архитектуры, азербайджанской культуры. Я уверен, что здесь будут организованы туристические поездки на этот мост, потому что он, я ещё раз повторяю, является уникальным мостом и в мире, может быть, очень мало таких мостов, которые естественным образом вплетались, и даже архитекторы это учитывали во время строительства моста, вплетались в природный ландшафт. За минувшие четыре года совместно с Ираном осуществилось строительство водной инфраструктуры Худоферинского водохранилища на реке Араз, а именно гидроузлов Худоферин и Гызгаласы, введённые в эксплуатацию 19 мая текущего года. Худоферинские мосты считаются одним из прекрасных примеров исключительного инженерного мастерства азербайджанских архитекторов. Историками отмечается их уникальность, выраженная в тесной связи с историческими событиями мирового значения, в органическом единстве с прекрасным ландшафтом, а также в высоком архитектурно-инженерном решении. По мнению многих исследователей, названия Худоферина не получили потому, что их опоры построены на естественных монолитных камнях в середине реки. Есть мнение, что эти мосты играли большую роль в развитии экономических и культурных связей Азербайджана от Индии до стран Ближнего и Среднего Востока, а также с Россией и странами Западной Европы. Символ Джибраила – мосты Худоферин, соединявшие на протяжении веков берега Араза, являются также памятником их важного торгово-экономического значения.